Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, сегодняшние наши слушатели, подключающиеся к нам московские и не московские. На самом деле, сегодня Московское онкологическое общество продолжает цикл мероприятий, которые касаются проводительной терапии. И это очень важно в части непосредственно понимания качества лечения онкологических пациентов, потому что мы всегда на первом этапе в первую очередь заботимся о специфическом лечении и особенностях. Ну и качество жизни выходит на первое место, поэтому особенность сопроводительной терапии, противоанимической терапии, все больше и больше мы этому начинаем уделять внимание. Однако вопросов на самом деле у нас возникает много. Сегодняшнее наше мероприятие будет разделено на два блока. Первый блок будет посвящен именно современным подходам в лечении анемии, а именно менеджменту крови пациента. Представят его Халикова Елена Юрьевна, первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. И второй блок мы коснемся организационных вопросов, того, как это организовано непосредственно в Москве и каким образом осуществлять данную помощь нашим московским онкологическим пациентам. Коллег немосковских, естественно, могут возникать вопросы, можем поделиться особенностями обеспечения или оказания данного вида помощи уже непосредственно в Москве. Коллеги, я обращаю ваше внимание на то, что у нас работает чат, и можно в чат записать вопросы, на которые мы обязательно ответим. Более того, в конце мероприятия можем провести дискуссию, и если возникают также вопросы, на эти вопросы также дадим полный ответ. И, собственно, мне хотелось бы передать слово Елене Юрьевне. Елена Юрьевна, спасибо большое за то, что вы сегодня с нами, потому что нам это очень важно. И спасибо, что поможете нам разобраться с таким сложным вопросом. Спасибо вам, слово. Спасибо, Елена Юрьевна, спасибо, коллеги, что пригласили. И, ну, причем я начну свой доклад, хочу сказать, что, в принципе, я анестезиолог-ренематолог по специальности. И, в общем-то, вот, ну, проблема лечения анемии, конечно, начиналась у меня, с моей, так сказать, области трансфузиологии. Но за последние годы произошло очень много особенностей. И вот мы с онкологическими, в частности, с Институтом Герцена очень плотно работали, и очень много мы нашли таких точек соприкосновения не только в плане анестезиологии, но и онкологии. И я очень рада, что есть возможность поделиться своим опытом. Опыт позитивный, очень нужный для больных, и есть определенные заблуждения. Так что, если есть какие-то дискуссии, то, пожалуйста, всегда готовы ответить, и свой опыт, и опыт коллег представить. Ага, значит, ну, и тема такая, что современные подходы, сейчас уберу лишнее, современные подходы к лечению анемий, концепция менеджмент крови пациента, и, в общем-то, ну, как раз то, о чем я говорила, мы будем обсуждать. Начну я как анестезиолог с предоперационного периода. Значит, если, вот я говорила, что меня заинтересовало, будет ли улучшаться качество хирургических вмешательств, если мы будем обращать внимание на анемию. И вот одно из исследований, которое я вам сейчас показываю, это, в общем-то, большое исследование, которое проведено в Сингапуре, проводилось оно, обратите внимание, практически 5 лет, 90 тысяч пациентов почти разделили, были эти пациенты на две группы. На анемию, которая пациента с анемией легкой степени, гемоглобин выше 90 грамм на литр, и тяжелая и средняя степень тяжести анемии, там, где пациенты имели гемоглобин ниже 90 грамм на литр. И сравнили, значит, несколько факторов, несколько исходов в послеоперационном периоде. Ну, понятно, что если анемия, чем тяжелее анемия, тем, естественно, растет количество гемотрансфузий. Про гемотрансфузию мы сейчас немножко поговорим, хорошо ли это или плохо. Обратите внимание, что внешне-то было все неплохо, что длительность нахождения пациентов в отделении интенсивной терапии не возрастала. Но когда сравнили послеоперационную 30-дневную смертность, то обратите внимание, что в группе 2, где анемия была в средней и тяжелой степени, смертность, в общем-то, летальность была в два раза выше, в два. То есть, вот, в общем-то, достаточно значимый факт. И еще одну работу, которую я всегда показываю, и тоже, в общем, как бы была такой точкой отправления, почему я стала этим заниматься. Это вот тоже большая работа, которая, ну, исследовала тоже летальность в течение 30 дней в зависимости от наличия факторов риска и от анемии. Ну, понятно, что если есть факторы риска, то, конечно, вероятность плохого исхода, она увеличивается. Ну, вот второй столбик такой серенький, да. Но если, значит, при этом есть еще и анемия к этому фактору, то летальность возрастает, увидится, достаточно резко. То есть, вот, еще раз подтверждение того, что, в общем-то, анемия достаточно значимый прогностический факт для оперируемых больных. Ну, и дальше, в общем-то, мы стали смотреть литературу, которая говорила о том, что все-таки, ну, при различных других нехирургических ситуациях, какой влияет анемия. Ну, вот, в частности, при различных онкологических заболеваниях, анемия, опять же, фактор риска и неблагоприятных сходов. Причем в этой работе вынесены именно, ну, как бы, исходы по, так сказать, по рангам, да. Видите, что это и снижение общей выживаемости, и высокая общая смертность. Но для онкологии, мне кажется, достаточно важно, что есть низкая онкоспецифическая выживаемость и снижение безрецидивной выживаемости. То есть, на все факторы вот такие и на все стороны онкологического процесса предоперационная анемия влияет отрицательно. Ну, и вот еще колоректальный рак, и который тоже говорит о том, что если у пациента была анемия, здесь тоже она интересна тем, что здесь вот как раз по рангам, да, послеоперационные осложнения были разделены, и выставлен такой определенный балл, который говорил, что, ну, насколько это все влияет. И вы видите, что тяжелая железодефицитная анемия практически два балла, да, получается, вот, ну, достаточно высокая степень влияния на послеоперационный неблагоприятный исход. А вот работа, которая говорит о пациентах, которые не являются ни онкологическим, ни оперируемым пациентом, а это больные с острой сердечной недостаточностью. Большое тоже исследование, я не буду на деталях останавливаться, вот две кривые, которые показали, группа больных, которая получала плацебо, и группа больных, которая получала препараты железа для лечения железодефицитной анемии. И вы видите, что в той, значит, группе, где пациентов обращалось внимание на наличие у пациентов анемии, там много факторов убралось, это, в общем, такая составляющая кривая, вы видите, что, в общем-то, показатели гораздо лучше. И на сегодняшний день, вот, нет сомнений, это вот рекомендация про переоперационное введение пациентов. В 2017 году абсолютно четко написали, что анемия, в частности, вот для предоперируемых больных, да, и у взрослых, и у детей, является четким предиктором осложнений в различных областях хирургии. Ну, собственно говоря, и да, и после этого в том же 2017 году вышел такой консенсусный документ, руководство с большим количеством экспертов, который говорил о том, что несрочные операции надо откладывать, чтобы проводить диагностику лечения. Вы сами понимаете, что для онкологических больных, в общем-то, иногда откладывание операции, для того, чтобы пациент все-таки перенес эту операцию, чревато распространением онкологического процесса, иногда, может быть, даже фатального. И, ну, как бы, как анестезиологу можно сказать, что, ну, собственно говоря, какая проблема с анемией-то, да, если есть анемия, мы можем провести гемотрансфузию и решить вопрос достаточно легко. Вот, ну, вот я показывала до этого документ, рекомендации по переоперационному введению пациентов, и в том же документе, о котором говорили, что анемия – все это очень плохо, говорится то же самое, что гемотрансфузия – это тоже не есть хорошо, да, это тоже определенные риски, достаточно серьезные риски у пациентов, ну, и с высокой степенью доказательности. Вы видите, 1А выше уже доказательности нет, то есть на сегодняшний день это истина, и никто с ней не спорит. И вот такая, конечно, дилемма, что ли, что опаснее, анемия или гемотрансфузия, да, ну, породила массу литературы, массу мнений, массу, там, диспутов. Вот, две работы, вторая вот, сейчас тоже покажу, в которых, я говорю, что и то, и то является, в общем-то, достаточно серьезным, серьезным предиктором послеоперационной летальности и развитием различных осложнений, и что же все-таки практически, вот, вторая работа, кровавая, она вообще названа не по-научному, да, кровавая путаница при переливании эритроцитов, но, собственно говоря, тема та же. Вот, и вот вся вот это, как бы, противоречия определенные породили вот такой подход к лечению анемии, который называется менеджмент крови пациента или patient blood management. Вот менеджмент, конечно, не наше слово, да, ну, собственно говоря, это управление, да, это, как бы, тактика можно перевести не очень так, как бы, близко, но, тем не менее, да, перевели так, и укрепилось МКП, называется в нашей аббревиатуре русскоязычной, вот, и, собственно говоря, этот подход в начале-то, в начале, и был задуман как подход, улучшающий безопасность трансфузии. Значит, до 2010 года этим занялась Новой Зеландия и Австралия, а ВОЗ вы видели, что в 2010 году эту концепцию принял уже, как бы, вот, такую глобальную для того, чтобы мы с ней работали. Что же все-таки, ну, из себя представляет, что там задумывалось и как оно трансформировалось по ходу развития этой стратегии? Ну, вот, задумывалась она как индивидуально, задумывалась она, в принципе, так и осуществляется сейчас, что patient blood management или менеджмент крови пациента – это индивидуальный подход к рациональной гемотрансфузии, это персонализированное лечение. То есть мы должны использовать не только гемотрансфузию у каждого конкретного пациента, но и какие-то альтернативные препараты в случаях, когда это возможно и целесообразно. Ну, и, естественно, мы должны заниматься снижением кровопотерь во время операции в послеоперационном периоде. Это то, что, в общем-то, вторая сторона стратегия patient blood management, поэтому я обращаю ваше внимание на то, что это не только анестезиологическая проблема сегодня, это проблема хирургическая вот во второй части, если вы видите. Ну, и, собственно говоря, я вам покажу, что сегодня проблема – это онкологическая, врачей-онкологов, это проблемы врачей-терапевтов, гематологов, и, в общем-то, это такая командная проблема, которая должна решаться только сообща. Ну, и касаясь вот онкологии таких нехирургических областей, то, конечно, прежде всего мы должны отсюда взять использование альтернативных препаратов, альтернативных гемотрансфузий. Но, опять же, в разумных таких стратегиях, то есть не то, что отрицать гемотрансфузии до конца, а там, где это возможно и целесообразно. Ну, вот, если мы посмотрим еще раз на стратегию, да, Patient Blood Management, то вы видите, что, в общем-то, здесь такие три больших блока. Первый блок, опять же, относится больше такой к терапевтической тактике, ну, это и работа анестезиологов в том числе, и онкологов, это оптимизация гемипоэза. Ну, вторая, значит, больше относится к интраоперационному периоду, да, который сводит к минимуму кровопотере кровотечения, и в послеоперационном периоде мы, ну, и внеоперационных, мы можем улучшать и оптимизировать физиологическую толерантность к анемии. Ну, и еще раз подчеркиваю, что все это можно добиться только мультидисциплинарным командным подходом. То есть не может только анестезиолог, только хирург, только там главный врач решить эту проблему, да, здесь должна работать команда. И еще один момент, который необходимо отметить, что, вот, конечно, наверное, в начале, когда все это было в Новой Зеландии, пэшент-менеджмент задумывался, конечно, как альтернатива, как альтернатива гемотрансфузиям, потому что гемотрансфузия несет, в общем, достаточно серьезное осложнение, вот, а, ну, может быть, найти какой-нибудь подход, который позволяет избежать. Но в настоящий момент эта стратегия абсолютно эволюционировала, да, то есть гемотрансфузия не исключается, она применяется там, где это необходимо, но вот эволюционировала до степени такой, что мы должны предупредить, да, вот эту точку невозврата, да, когда без гемотрансфузии не обойтись. То есть мы должны научно обосновать и применить комплекс мер, которые, в общем-то, не доведут пациента до гемотрансфузии. Но, опять же, конечно, по возможности. Ну и, собственно говоря, как мы это можем сделать. Вот если мы посмотрим на современные возможности коррекции анемии, то увидите, что здесь есть несколько подходов. Есть группа препаратов, которые мы можем использовать. Прежде всего, это препараты железа. Вторая группа – это эритропаист-стимулирующие препараты. Мы можем применять, комбинировать обе эти группы, то есть препараты железа и эритропаист-стимулирующие препараты. Ну и гемотрансфузия, конечно, как тактика коррекции анемии, она тоже имеет свое место быть. Что мы можем сказать о препаратах железа? Насколько они актуальны? Ну, давайте возьмем онкологию, в частности, и не онкологию. И почему препараты железосодержащие, они, в общем-то, группа рассматриваемая сегодня широко для лечения анемии. Вы видите, что железодефицитная анемия встречается, это не только алиментарный геннез, вы видите, что они встречаются при, допустим, онкологии различных опухолей, различных локализаций в 43%, практически в половину. Воспалительные заболевания кишечника – 45%. Могу сказать, что короткая кишка приблизительно то же самое делает. При хронической почте недостаточно 85% и почти 100% при хронической сердечной недостаточности. То есть вот, ну, как бы, если взять такую общую категорию пациентов с коморбидностью определенной, да, то мы можем видеть, что около 60% у них будут иметь железодефицитную анемию. Что они все там плохо кушают, да, нет. Оказывается, что геннез абсолютно доказанный сегодня. Ну, вот сначала покажу красивую картинку, потом такую менее красивую. Значит, оказывается, что хронические коморбидные ситуации у пациентов ведут к выбросу провоспалительных цитокинов или воспалительной стимуляции. Вот как здесь написано. Вот здесь эти биологически активные вещества и перечисленные. Это тумор-некротический фактор, который, кстати, онфологический процесс тоже вовлечен. Это интерлекин-1, интерлекин-6. Ну, в общем, все такие общепринятые, вернее, не то, что общепринятые, а известные сегодня исследованы провоспалительные цитокины. Что делают эти провоспалительные цитокины? А, собственно говоря, они работают унифицированно в организме, они воздействуют на костный мозг, они воздействуют на макрофаги, они воздействуют на печень. Каким образом? Да, костный мозг. И если мы посмотрим, что на почки воздействует, они угнетают эритропоэс. Макрофаги, которые внутри себя содержат железо, они также, в общем-то, инактивируются, то есть они не могут, в общем-то, быть источником железа. И еще один, если воздействие, посмотрим на печень, то там начинает синтезироваться в достаточно большом количестве такой белок или гормон, некоторые называют гипсидин, который, в свою очередь, тоже действует на макрофаги, на тонкий кишечник. Каким образом? Ну, макрофаги, я уже сказала, в ту же самую сторону, ну, да, в общем-то, ингибируя возможность поступления железа в кровь, а тонкий кишечник – возможность всасывания железа. Таким образом, вот очень часто, кстати, беременность тоже можно рассматривать, как определенные провозы хвалит, особенно беременность такая, ну, там, с конфликтами, мать-плод, да, можно рассматривать тоже, и эти бедные женщины всю беременность едят таблетки, эти железа, да, а поскольку гипсидин вырабатывается, то, естественно, никакого результата они не имеют. Вот, ну, и, в общем, таким образом, надо тоже понимать, да, что очень часто пероральное железо может быть неэффективно в таких ситуациях, и надо думать о других путях поступления железа. Ну, давайте чуть поговорим о диагностике дефицита железа. На сегодняшний день диагностика дефицита железа, ну, не является такая, как бы, позиция, как уровень сыворочного железа. Вот, сегодня мы смотрим на сыворочный ферритин, который должен быть ниже 50 микрограмм на литр, или на уровень насыщения трансферина или белок, который переносит, да, железо. Он должен быть насыщен меньше, чем на 20%. Ну, считается, что сыворочный ферритин – более точный тест, ниже 50 микрограмм на литр. Это, в общем-то, почти 100% говорит о том, что есть дефицит железа. Но сыворочный ферритин, если вы помните, это белок острой фазы воспаления. И если у нас есть острая фаза воспаления, то мы, как бы, можем ориентироваться на трансферин ниже 20%. Вот, при наличии воспаления, здесь написано, что реактивный белок больше 5 миллиграмм на литр. Вот, и, значит, уровень ферритина здесь допускается выше, до 100. Вот, если он будет ниже 100 миллиграмм на литр, тогда это тоже будет свидетельствовать о железодефицитном процессе. И очень интересное, вот, связанное с COVID-19, да, то здесь, в общем-то, тоже им вводили препараты железа. Ну, про острое воспаление чуть поговорим пониже. Вот, здесь, если вы помните, ферритин использовался вообще как индикатор, в общем-то, тяжести процесса при COVID, как один из индикаторов и тяжести процесса при COVID-19. Вот, и здесь вот прям рекомендация, которая говорит о том, что трансферрин ниже 20% достоверно свидетельствует о железодефицитном состоянии. Ну, вот еще есть дополнительные маркеры железодефицитных анемий. Я думаю, что лаборатория и клинические лаборанты про это хорошо знают. Это гипохромные эритроциты, снижение концентрации гемогабина в ретикулоцитах. Они нам часто это пишут, мы не очень на это обращаем внимание, потому что, видимо, не очень знаем, к чему это идет. И вот вся вот эта, как бы, большая когорта пациентов, которые, в общем-то, являлись, предъявляли нам железодефицитное состояние, причем это не алиментарное, еще раз повторяю, железодефицитное состояние хронических и фосполитных заболеваний, значит, ну вот породил такую рекомендацию, что надо использовать внутривенное железо в качестве первой линии у пациентов, да, если есть плановая операция. И, в общем-то, тут не говорится ни о какой-то гемотрансфузии, да, а именно, ну, мы сегодня так и делаем, да, мы стараемся этих пациентов лечить с помощью внутривенных препаратов железа. Ну, я не знаю, как бы, не вижу, какая у меня категория слушателей, но я думаю, что более старшее поколение, оно сталкивалось, да, с введением препаратов железа, и, ну, не все, наверное, имеют положительный опыт в этом процессе, потому что даже вот есть такая, как бы, рекомендация, которые посвящены химиотерапевтической индуцированной анемии лечения, рекомендации европейские, которые говорят о том, что эффективно, паранетеральное железо эффективно при применении препаратов у онкологических больных, но нужна тест-доза, да, вот, почему? Потому что, ну, любое железо, оно токсично, поэтому оно должно выделяться медленно, для этого оно упаковано в специальные, так сказать, упаковки, да, это или низкомолекулярные бекстраны, или сахараты, глюканаты железа, вот, и вот эти упаковки сами по себе являются достаточно, ну, непростыми для пациента, которым проводится инфузия этих препаратов, и если посмотреть вот на те рекомендации, которые отдаются по паранетеральному назначению препаратов железа, вы видите, что большинство из них требует тест-доза, вот, то есть мы вводим, потом ждем, потом, значит, мы должны ввести немного, да, в течение, там, 5 минут, давайте первый колонг возьмем, чтобы не бросаться, значит, сначала тест-доза, потом 100 миллиграмм ждем, потом повторные дозы раз в неделю до 10 доз, значит, введение одной доз занимает несколько часов, я, ну, думаю, что вот более старшее поколение знает, что были гемодинамические реакции, и изменения со стороны респираторной функции, поэтому, конечно, вот, ну, как бы препараты железа не рассматриваются, наверное, в таком широком применении, потому что, вот, достаточно много было таких побочных моментов, и, ну, наверное, вот это ограничило ситуацию, да, и вот еще есть рекомендации онкологические Ронса, да, которые говорят о том, что если есть в составе препараты декстран, я еще раз повторяю, что декстран, ну, вот, является таким упаковочным материалом для некоторых препаратов железа, то надо все это делать в палатах интенсивную... Здесь вот противошоковая терапия написано, ну, собственно говоря, в наших реалиях это отделение реанимации, да, ну, и сами понимаете, какие организационные моменты тяжелые все это несет в себе. Но, значит, жизнь не стоит на месте, да, появляются новые препараты, и вот у нас не очень давно, где-то около пяти лет мы используем этот препарат, ну, может, чуть больше, появились препараты, высокодозные препараты, да, я еще не обратила внимание, там, помните, 100 миллиграмм, да, была доза в течение одного раза, а потом в течение пяти недель там можно было достичь 500, там, миллиграмм. Вот, появились высокодозные препараты железа, их на сегодняшний день вот два в группе, это карбоксимальтазат желез, который мы будем обсуждать, который у вас сейчас есть в списке для льготного применения, и, значит, железоизомальтазат. Вот эти упаковки, они не являются вот такими реактогенными, как предыдущие поколения железа, препаратов, железосодержащих препаратов, вот, и за счет вот их нетоксичности, за счет хорошего, ну, того, что больные хорошо это переносят, вы видите, что мы можем использовать достаточно высокие дозы и не требует тест-дозы, что очень важно, не требует никаких отделений реанимации, и, опять же, ну, мой опыт коллег и опыт уже всемирный, в общем-то, достаточно хорошо переносится пациента. Вот показывает, да, сколько мы можем вводить препараты, вот, железо, карбоксимальтазат железа, однократные дозы до 1000 мг. Значит, мы можем вводить 15 мг на килограмм, вот на 70 умножить, это где-то около 600 мг, мы можем вводить инъекции, нет, немножко наврала, 300 мг, мы можем вводить инъекции, а 20 мг на килограмм мы можем вводить инфузию в течение 15 минут. Значит, еще раз повторяю, препарат совершенно хорошо переносится пациентам, вот, в дискуссии могу личный опыт рассказать, ну, какие у меня были пациенты. Еще раз повторяю, что нет необходимости в тестовой дозе. Моя, опять же, моя личная рекомендация, что, наверное, 1000 мг, может быть, за один раз не стоит, тем более в планной такой ситуации, ну, где-то 500-600. Я сейчас покажу, что есть формула для расчета препарата, вот, обычно она где-то укладывается, ну, для среднестатистического больного в 700 мг, то есть вот где-то до 500 мг, собственно говоря, достаточно быстро и без всяких, в общем-то, побочных эффектов вы можете проводить в любом месте, в палате, в кабинете переливания, ну, там, в процедурном кабинете, вот, в общем-то, никаких проблем с этих нет. Ну, вот как раз эта табличка с расчетом. Вот, еще здесь не представлено, есть формула гонзония, поинтересуйтесь в интернете, она легкая. Вот, ну, я еще раз говорю, что где-то около 700 мг железа требуется на среднестатистического пациента. И вот, если вы видите, вот, есть в упаковке 2 мл флакончик, да, там, 100 мг железа, есть большой флакон по 10 мл, 500 мг железа. Это форма выпуска карбоксимальтозата. Значит, ну, если мы посмотрим, конечно, если смотреть на хорошие, современные препараты, они все, значит, хорошо исследованы. И вот, ну, меньшая токсичность говорит еще о том, что у них есть особенности распределения. Вы видите, что карбоксимальтозат железа быстрее и достаточно быстро поглощается костным мозгом, собственно говоря, туда, куда он должен попасть. И минимально накапливается в клетках печени и селезенки, то есть его токсический эффект. И я еще раз повторяю, что, ну, уже богатый у меня опыт, и с коллегами мы общаемся, и с онкологами в том числе. А, значит, ну, препарат, я даже не помню, чтобы кто-то сказал, что были какие-то побочные действия. Хорошо переносится. Вот, ну, и вот еще одна, как бы, кривая, которая показывает, что как распределяется железо в организм после внутривенного железа, карбоксимальтозат железа. Все подтверждено на вот таких вот компьютерных цветных снимках. Вот, ну, и вот такая, как бы не токсичность такая вот. Препарат еще эффективный. Про эффективность поговорим. Привела к тому, что вот я уже показывала эти рекомендации. Те были, по-моему, 16-го года, а вот это 18-го года, они последние, в котором написано, что, в общем-то, карбоксимальтозат железа должен быть рассмотрен при неэффективности других форм паранитерального железа. Ну, собственно говоря, зачем нам экспериментировать с другими формами паранитерального железа, когда есть, ну, в общем-то, вот этот препарат. И более того, в показаниях для этого препарата есть пациенты с хроническими почечными заболеваниями, что тоже очень важно, поскольку это все-таки достаточно тоже частая коморбидность. Ну, и проэффективность, да. Если мы говорим проэффективность, как мы можем анемию, то, в общем, эффективность отслеживать? Ну, наверное, по уровню гемоглобина. Вот. И если, конечно, мы будем сравнивать с гемотронфузиями, то, естественно, вам как бы быстрого повышения гемоглобина здесь не будет. Вот. Но пациенты уже, вот, по данным литературы, через три дня чувствовали улучшение, мои пациенты уже, в общем-то, через день-два, некоторые даже к вечеру, чувствовали себя лучше, вот, более бодрыми, более активными. Ну, и повышение гемоглобина происходит к пятому, ну, чаще всего, на 10-й, 14-й день. Значит, ну, вот кривая, которая тоже показывает, как этот препарат исследовался и как повышается гемоглобин. Хочу обратить ваше внимание, что чем ниже была исходная точка, когда мы начали лечить пациенту, тем эффективнее работает препарат. Ну, и вот еще одно исследование тоже, которое относилось уже непосредственно пациентам с такой патологией, как рак толстой кишки. Вот, и вы видите, что эффективность за 2-4 недели до операции им проводилось введение карбоксимальтазата железа. Вот, и вы видите, что, в общем-то, ну, как бы одним из конечных таких точек при исследовании, да, это снижение гемотрансфузии в течение 30 дней после операции. Ну, и понятно, что, скорее всего, если пациента прооперированы достаточно радикально, то дальше оно и не понадобится. Ну, вот та же работа, которая показывает динамику уровня гемоглобина, и вы видите, что, в общем-то, тоже шла динамика уровня гемоглобина по 4-м точкам. И достаточно высоко, можно 2-х недель. Вот я еще хочу обратить внимание, это тоже, как бы, литературные данные и мой опыт. Гемоглобин, который, если нет, конечно, кровотечения послеоперационных каких-то или в течение жизни, там, если опухоль подкравливает, вот, то повышение гемоглобина, которое мы достигли в результате переливания железосодержащих препаратов, оно стоит на уровне, то есть дальше оно не снижается, несмотря на то, что коморбидность остается, вот, то есть препарат достаточно устойчиво повышает уровень гемоглобина. Ну, вот, еще один тоже интересный с моей точки зрения работ, это японская работа 2017 года. Здесь нет железодефицитной анемии, здесь изоволимическая анемия вследствие гастроктомии, то есть переливаются растворы искусственные, да, такие как кристаллоиды в течение операции гастроктомии. И, в общем-то, пациенты имеют анемию разведения, не потерь. И вот были две группы пациентов, одна из которых, в общем-то, имела карбоксимальтазат железа в предоперационном периоде, а вторая не имела. Покажу в конечной точке, да. Вы видите, что в той группе, вот, обведено красным, там, где, в общем-то, переливался в дооперационном периоде карбоксимальтазат железа, то все позиции по железосодержанию в послеоперационном периоде были гораздо лучше по сравнению с теми пациентами, которые получили плацебра, рандомизированные ослепленные исследования. И сегодня еще один момент тоже есть очень интересный, потому что вы видите, что гемоглобин повышается не сразу, но тоже есть работа, которая говорит, что на значение высоких доз железосодержащих препаратов даже в день операции можно предупредить развитие в послеоперационном периоде тяжелой анемии, которая потребует гемотрансфузии. Об осложнениях. Интересный момент по железосодержащим препаратам, ну, я про переносимость сказала уже. Вот одна из работ, которая, ну, немножко забавная, и посвящена она не препаратам железа, а гемотрансфузиям. Я вам сказала, что уже гемотрансфузия совершенно четко доказана, имеет свои, как бы, достаточно серьезные позиции по осложнениям. Здесь вот они перечислены, это и перенос инфекций, и там трансплантат против хозяев, и трали. Значит, ну, сравнивают все это с бытовыми такими моментами. И я вот подумала, а где же у нас железо, да? Вы видите, что железо у нас где-то на уровне вероятности, естественно, имеется в виду современные препараты железа, то есть количество осложнений, вероятность осложнений, она где-то сопостроима с ударом молнии, да? То есть вот достаточно нечастые события для препаратов. И, значит, что еще в плане осложнений? Значит, препараты железа ассоциируются с увеличением количества акционных осложнений. То есть вот этот был момент, который тоже сдерживал широкое применение, считал, что препараты эти вызывают вероятность инфекции. Ну, сейчас очень тоже много работ посвященной этой проблеме. Ну, есть за и, ну, в общем, окончательного решения действительно скажу нет на сегодняшний день, да? Но вот есть очень хорошая статья, правда, она просвещена пациентам с хранипочечной недостаточностью. Вот, но тем не менее мы можем ее взять как бы за основу и посмотреть, что они предлагают в качестве наличия у пациента острой инфекции и наличия железодефицитной анемии. Значит, вот есть зеленая такая полоса, да, где видно, что вот есть у нас есть изолированное повышение ЦРБ, ВИЧ с вирусной супрессии, значит, латентный туберкулез, незначительные локальные инфекции, хронический стабильный гепатит С, значит, все это не препятствует разве, вернее, назначению препаратов железа. Где мы должны быть осторожны, процентов отменять, да, это умеренная локализованная инфекция, например, бронхит, значит, лечение язвенной болезни, положительный тест на туберкулин, но без обследования лечения, здесь мы можем решать, ну, в пользу больного, да, или так, или так. Значит, когда все-таки не рекомендуется вводить препараты железа, опять же, я говорю, что это, ну, исследование посвящено пациентам с хроническими болезнями почек, но давайте мы их экстраполируем все-таки на всех пациентов, вот, значит, это сепсис, это бактериемия, это лечение острой инфекцией в настоящий период и серьезная локальная инфекция, вот, поэтому, ну, как бы, чтобы не попадать на какие-то там юридические неприятности, или, может быть, там, так сказать, свои какие-то, думать, связанные это с железом или нет, лучше вот в таких ситуациях избегать, да, препаратов железа, и в этом же исследовании, ну, тоже говорится о том, что безопасность внутривенного введения железа, находящимся на гемодиале, зависит от концентрации ферритина, вот, если мы, значит, будем водить, ну, рассчитаем, что пациенту нужно больше, вернее, концентрация ферритина меньше 700 миллиграмм на литр, то, в общем-то, мы можем, это безопасная такая доза, а при влечении дозировки, то, конечно, здесь риски тоже возрастают, поэтому еще раз говорю, что пациентов с острой инфекцией нету, однозначно, вы видели, что я вам показала работу, связанную с ковидом, то есть это тоже острой инфекцией, но там препараты железа использовались, вот, но все-таки эти пациенты должны быть, ну, вот, как бы на особом учете и индивидуально подходить к назначению препаратов. Ну, пару слов о другой группе, которая может использоваться при лечении аномии, от эритропоэтина. В онкологии эритропоэтина прошли непростой путь, некоторое время считали, что, в общем-то, они не показаны онкологическим пациентам, потому что увеличивают возможность метастазирования, увеличивают возможность распространения онкологического процесса и увеличивают возможность тромбозов. Ну, вот, в 2014 году, в общем-то, решили, что это не очень правильно, да, что таких значимых рисков не несут эта группа препарата, но все-таки рекомендации остались такие, в 2016 год, да, что дозы эритропоэтина стимулирующих препаратов в онкологии, именно в онкологии, должны тетравакции индивидуально для каждого пациента и снижаться, как только мы достигли целевой уровень гемоглобина. Есть пациенты, которым не рекомендуется введение или противопоказанное введение эритропоэтина стимулирующих препаратов. Что делать с этой группой пациентов? Ну, вот, если мы посмотрим на кривую, здесь тоже исследование посвященное карбоксимальтазату железа, здесь есть группа пациентов, которые получали только карбоксимальтазат железа, и есть пациенты, которые получали совместную терапию карбоксимальтазат железа и эритропоэтина стимулирующих препаратов. Но вы можете видеть, что, собственно говоря, кривые почти повторили друг другу по эффективности, так что здесь выход, наверное, такой, что если, в общем-то, не показано применение эритропоэтина стимулирующей группы, то мы можем свободно пользоваться карбоксимальтазат железом препаратами железа. Вот как бы это сама работа, ее дизайн. Ну и вы видите, что достаточно много пациентов вошло с различными локализациями. Ну и буквально пару слов о гемотрансфузиях. Что сегодня с гемотрансфузией? Куда их девать? Напомню, что гемотрансфузия необходима тогда, когда возникает любая она имеет кислородно-транспортный дефицит, нам нужен гемоглобин, нам нужен как бы субстрат, кто нам перенесет кислород до периферии. И если вот этот дефицит нарастает достаточно быстро, то, конечно, возникает потребность гемотрансфузии, потому что другого источника для быстрого возмещения этого субстрата гемоглобина мы не имеем. И вот у нас был 183 приказ от 2013 года, который совершенно четко нам говорил, что вот этот момент, вот этот порог наступает тогда, когда быстрое снижение гемоглобина до 70-80 происходит, без всяких симптомов, или есть симптоматическая анемия, то есть гемоглобин 100, есть тахикардит, хепноя, протестатическая гипотезия, и тогда мы обязаны переливать кровь. Ну, вот в этом плане, конечно, есть такие расхождения, в плане уровня гемоглобина, про симптоматическую никто не спорит, а вот про уровень гемоглобина бессимптомно, ну и вы сами понимаете, что пациенты, допустим, с той же гастректомией, с теми же заболеваниями желудка, очень часто с гемоглобином там 85-78 ходят на работу и, в общем-то, сильно не жалуются на вот свой кислородный транспорт. Поэтому, значит, дискуссия идет по нижнему порогу и насколько быстро эта анемия наступает. И, значит, ну вот рекомендации такие, да, что все-таки достаточно быстро опять же где не написано, как это достаточно быстро, снижение уровня гемоглобина 70-90. При этом, значит, надо учитывать, что все-таки гемотрансфузию надо по возможности избегать, ограничительная тактика, и использовать ну альтернативные препараты. Значит, и определение анемии. Нельзя не сказать про определение анемии. Вы видите, что вот все не определило так, да, что 130 для мужчин, 120 для женщин, 110 для беременных женщин, все, что ниже, это у нас пациенты с анемией. И если мы хотим иметь хорошие исходы, если мы говорим об операциях, онкология, это тоже не редкость, то мы должны гемоглобином пациента иметь не менее 130 грамм на литр. Вот понимаете, я вам показала, что препарат не работает прямо сейчас, то есть если мы будем альтернативный препарат применять, нам нужно время. Поэтому, конечно, перенос на сегодняшний день, чисто такой организационный перенос лечения анемии с предоперационного дня на, допустим, амбулаторное звено совершенно логичен, и, наверное, этим надо пользоваться, на это надо обращать внимание. И вот еще раз говорю, какие у нас в связи с этим возникают вопросы, потому что предоперационные дни у пациента один-два дня находятся они в госпитале, вот кто, где, когда на госпитальном этапе должен быть, и вот про приказы Минздрава, что у нас на сегодняшний день из приказов Минздрава, кто, что нам говорит о том, чтобы мы могли лечить и, в общем-то, не попасть под какие-то юридические неправильности. Значит, вот я еще раз показываю приказ, который был 183Н, который был, вот он сейчас сменился, и там совершенно четко были прописаны показания, да, 78 грамм на литр, и, значит, если есть циркуляторные нарушения, то мы, в общем-то, можем тоже использовать гемотрансфузию при более высоких цифрах гемоглобина. Обратите внимание, в этом же приказе говорилось о том, что хроническая анемия, в общем-то, она не является абсолютно показателем, уже тогда, да, это в 2013 году, не является показателем для гемотрансфузии, то есть уже тогда об этом думали. И вот новый приказ, который пришел на смену 2013, 183-му приказу, вот он такой достаточно свежий, октябрем 2020 года, и надо сказать, что здесь нет никаких показаний абсолютных, вот как в предыдущем приказе, для гемотрансфузии или наоборот, для того, чтобы мы не проводили гемотрансфузию. Что говорится в этом приказе? В этом приказе говорит, что надо разрабатывать специальные операционные процедуры для всех этапов, но я пропускаю заготовку хранения, а вот клиническое использование, донорской крови и ее компонентов. Что такое? Видите, показаний в проведении трансфузионной терапии здесь нет. Предыдущий 83-й утратил силу с 1 января 2021 года, то есть мы теперь им не пользуемся, и тогда мы должны понимать, что такое специальное, не специальное, извините, неправильно сказал, стандартные операционные процедуры. Значит, это очень важно сегодня и для организаторов здравоохранения, и для врачей, потому что вот такие стандартные операционные процедуры разрабатывают сами организации медицинские, их руководители, эксперты-врачи, врачи, которые занимают должность заведующих специализированных отделений, а вот, и вот вы видите, что в зависимости от ЛПУ могут быть различные стандартные операционные процедуры, я вам покажу пример вот таких процедур. вот российское общество неинфекционных заболеваний разработало, ну, не совсем СОП, но все-таки они перечислили те пациенты, те железа, уровень эритроцитов, то есть проходить более углубленное исследование в плане анемии. Если мы посмотрим вот на Пироговский центр, наверное, медико-хирургический центр пошел быстрее и дальше всех в этом направлении, вот они в апреле, вот, наверное, год будет сейчас вот их СОП, они уже разработали вот такой СОП для плановых операций, вы видите, что здесь все достаточно подробно перечислено, как, что исследовать, когда, кого звать, значит, с кем консультироваться, если мы, допустим, не понимаем, что с пациентом происходит в качестве анемии, ну, в отношении анемии, и все показатели, на которые мы должны ориентироваться, более того, вот здесь у них есть, значит, то, что мы должны вводить этим пациентам при том или ином, в общем-то, ну, нашем заключении, очень удобно, юридически защищенное, соответствует приказу Минздрава, вот такие, конечно, СОПы, вот и у онкологического общества тоже есть такое, пораньше немножко, не такое конкретное, как у Пироговского центра, но вы видите, что он тоже, как бы, дает достаточно, ну, конкретный путь, как нам, в общем-то, относиться к пациентам, у которых имеется та или иная степень анемии. И таким образом, заканчивая, я хочу сказать, что абсолютно доказанный факт, что анемия у онкологических, и не только онкологических больных, ухудшает прогнозы качества жизни. На это дело надо обращать внимание в обязательном порядке, но должны обращать внимание через призму patient blood management или менеджмент крови пациента, то есть индивидуализированно. Значит, если у пациента предстоит операция, это абсолютно четкий предиктор после операционных осложнений, значит, мы можем использовать достаточно большую группу альтернативных препаратов, которые не связаны с гемотрансфузиями, и гемотрансфузия на сегодняшний день не есть абсолютно хорошо, но если это требуется, то, конечно, никто не призывает вообще от них отказаться. Благодарю за внимание, буду очень рада вопросам, еще более рада буду дискуссия, вот, ну, спасибо за внимание. Спасибо, Елена Юрьевна, действительно, за достаточно полный доклад, я думаю, что если у коллег сейчас возникнут вопросом, мы, собственно, в конце нашего мероприятия действительно выйдем на дискуссию, если кого-то что-то интересует, коллеги, уникальная возможность задать вопрос к Елене Юрьевне, потому что, действительно, ну, своеобразные вещи в ведении пациентов с проводительной терапией. в ведении пациентов о чем-то